Здравствуйте! В эфире очередной сеанс «Правительственные связи». Сегодня в студии национального телевидения Чуваши руководитель Государственной жилищной инспекции Республики, главный государственный жилищный инспектор Виктор Кочетков. Виктор Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер, Елена Александровна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Виктор Владимирович, с этого года обращение с твердыми коммунальными отходами перешло из жилищных услуг в коммунальные. В чем принципиальная разница между этими двумя видами услуг и что конкретно теперь включается именно в эту? Действительно, Вы правильно отметили, в соответствии с федеральным законодательством мы пришли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. И действительно, из-за размера платы содержания данная услуга была исключена, и теперь она у нас проходит как коммунальная услуга, как отдельная коммунальная услуга. Ну, что у себя включает данная коммунальная услуга? Это, в первую очередь, сбор, транспортировка, потом обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов. Чуваша решением проблем обращения с твердыми коммунальными отходами занялась намного раньше. То есть, к началу года мы подошли уже достаточно подготовленными. Думаю, все-таки есть смысл напомнить об основных этапах работы. Что уже сделано, какая инфраструктура создана. Для перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами была проведена соответствующая работа. В первую очередь, конечно, Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунальных хозяйств Чувашской Республики были просчитаны нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Как вы знаете, они у нас утверждены соответствующим приказом и для жителей многоквартирных домов и частных домов утверждены в размере 2,02 кубических метра на одного человека в год. Также было по итогам конкурсных процедур заключено соглашение. Данное соглашение было заключено с региональным оператором, который у нас сейчас в настоящее время является ООО, ЕВК и концентр. Данный договор заключен у нас на 10 лет. В соответствии с данным соглашением оригинальный оператор обязуется организовать и осуществлять деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории нашей Республики. Также с Государственной службой по тарифам и конкурентной политике был рассчитан для данного оригинального оператора тариф, который на 1 октября 2018 года составлял 442,22 рубля или 4138,64 рубля за одну тонну. Соответственно, была у нас также актуализирована территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, вносились новые точки, то есть определялись новые места накопления. Все это актуализировалось и потом данные сведения предоставлялись региональной оператору для осуществления его деятельности непосредственно. В целом, повышение тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами жители Чуваши восприняли достаточно адекватно, потому что мы все прекрасно понимаем, что внедрение новых технологий в этой области требует соответствующих затрат. И, в общем, у нас еще впереди достаточное количество работы. Однако с введением новой системы все равно возникает множество таких технических вопросов. Давайте попробуем с ними разобраться. Например, почему плата взимается абсолютно одинаково и со взрослого жильца дома, и с младенцем? В настоящее время данная услуга у нас является коммунальной, то есть она у нас является регулируемой, установлен тариф. Соответственно, ежемесячный размер платы по данной коммунальной услуге, он начисляется в соответствии с правом представления коммунальных услуг потребителям, собственникам, пользователям помещений на квартирном доме. И частном доме. И, соответственно, получается, это у нас сумма как норматив накопления, получается на количество проживающих, временно проживающих и на период, делится на период, который есть. То есть, соответственно, с 1 октября у нас размер платы составлял 74 рубля 44 копейки. Но с 1 января, с учетом того, что у нас есть установлены предельные индексы роста платы за коммунальные услуги, данный размер платы на одного человека составляет 75 рублей 70 копеек. Но, к сожалению, правила предоставления коммунальных услуг, они не предлагают какой-то другой интерпретации по выставлению платы, данного размера платы, получается, на собственникам или пользователям помещений. И то есть, этот порядок распространяется на всех, независимо от возрастного контингента проживающих в том или ином помещении. Ну, вы сами понимаете, что действительно, при переходе на эту новую систему, если раньше мы оплачивали за квадратные метры, то сейчас мы оплачиваем за количество людей, которые проживают в данных помещениях. Сами понимаете, что это достаточно рационально, ведь мусор у нас делают не квадратные метры, а все-таки производителями мусора у нас являются люди, проживающие в помещениях. Хорошо, а как быть достаточно часто встречающейся ситуацией, если человек прописан по одному адресу, а проживает фактически по-другому? То есть, где он должен платить за обращение с таковым? Ну, в случае, если человек проживает по какому-то адресу, то есть, соответственно, он там производит мусор, он выбрасывает этот мусор в контейнер-пошетку, который расположен на придомовой территории, соответственно, он данную услугу должен оплачивать здесь. Но при этом, чтобы не было двойной оплаты, он должен подтвердить и предоставить соответствующие документы региональному оператору то, что получателем коммунальной услуги он является именно по этому адресу, а не по адресу, например, своей регистрации. То есть, это может быть и временная регистрация, например, бывает, что люди у нас и уезжают в командировки, отсутствуют. То есть, подтверждающие документы будет и командировочное удостоверение, и, например, билеты, которые на транспортные средства, на железнодорожные переезды, например. Виктор Владимирович, а если, допустим, подойти так, скажем, более обобщенно, оператор у нас один, правильно? Деньги идут все равно ему. То есть, какая тогда разница? Человек один раз заплатил по месту своей прописки. То есть, это не идет за счет? То есть, обязательно нужно все-таки уведомить, допустим, обслуживающую организацию о том, что он проживает именно здесь и платить должен именно здесь? Да, у нас все потребители, они должны в течение пяти дней, исполнители коммунальной услуги, будь то, например, если собственники на общем собрании не приняли решение о переходе на прямые договоры, исполнителем услуги будет являться управляющая организация, там ТСЖ, там жилищно-строительный кооператив, то есть, они будут являться пополнителем. Если были приняты решения о переходе на прямые договоры, то тогда исполнителем будет уже являться сам региональный оператор. И потребитель в течение пяти дней должен уведомить о количестве проживающих, либо о изменении данного количества. То есть, он оплачивать должен, исходя из того места, где он оплачивает. Ведь мы сами понимаем, что и контейнерные площадки оборудуются контейнерами, исходя из количества проживающих, исходя из той нормы накопления. То есть, если количество в доме проживающих увеличивается, соответственно, и должен быть установлен дополнительный контейнер, для того, чтобы не было переполнения, для того, чтобы не возникали ситуации, когда антисанитарное стояние, то есть, вокруг контейнерные, на контейнерных площадках. То есть, обязанности этого потребителя есть. И для заключения... Мы сейчас с вами говорим о том, как это должно быть по правилам. В реальности я сомневаюсь, что очень много людей, которые вот уже заявили о том, что они проживают здесь. Поэтому, пожалуйста, поставьте дополнительный контейнер. У нас в этом доме гораздо больше, чем прописанных. Ну, у нас сейчас в большей степени, конечно, поступает все-таки обращение от тех собственников, например, помещений. Ну, и лежит, думаю, из жилых домов, которые, например, владеют несколькими объектами, то есть, имущество. Они проживают, по факту, например, в своей квартире. Но когда-то у них был, например, дом, в котором проживали родители. То есть, родителей не стало. Не стало, да, они вступили в наследство, оформили право собственности. И у них есть дом соответствующий, да. И, соответственно, и плата приходит и здесь, и по местопроживанию, и, соответственно, по тому объекту недвижимости, который у них еще на право собственности есть. Все это, конечно, нужно подтверждать соответствующими документами. Если они не проживают в этом доме, ну, постоянного проживания нету, они могут обратиться, конечно, и в органы местного управления для того, чтобы глава там сельского поселения составил соответствующую справку о том, что они в данном доме не проживают, для того, чтобы они уже предоставили региональный оператор, и региональный оператор учел данные сведения при начислении платы. А как рассчитывается плата, если в квартире вообще никто не прописан? Если в квартире отсутствуют сведения по количеству проживающих и временно проживающих, при этом надо как раз понимать, что временно проживающие – это как раз человек, который проживает в данном помещении более пяти дней. То есть, если сведения о временных проживающих и проживающих отсутствуют, то начисление платы производится из количества собственников. Виктор Владимирович, еще один такой вопрос. Если в многоквартирном доме, а у нас такое встречается очень часто, имеются встроенные помещения, магазины, офисы, точки общепита, кто платит за вывоз их мусора? То есть, теоретически, конечно, каждая организация должна заключить свой договор. А если по каким-то причинам это не сделано? К нам, в принципе, поступали такие вопросы. И соответствующее разъяснение дал Кабинет Министра Чуворовской Республики, который как раз дал разъяснение в части начисления. Если у нас есть нежилые здания, которые находятся отдельно стоящие и обособлены, у них есть свои контейнерные площадки. И отсутствует возможность как вброса твердокумнальных отходов в их контейнерные площадки. И отсутствует у них самих возможность сброса в контейнерные площадки других потребителей. То в данном случае они могут рассчитываться по факту. Если же помещение располагается в самом многоквартирном доме, то есть на первом этаже, например. То, соответственно, начисление производится, исходя из нормативы накопления, которые установлены для данного помещения, исходя из его назначения. Просто, допустим, такая ситуация была у нас в нашем доме в конце прошлого года. У нас есть контейнер, который принадлежит нам, в смысле для жильцов дома установлен. Есть контейнер, на котором было написано название банка, расположенный в нашем здании. И вот у нас несколько дней не вывозили мусор, то есть там творилось что-то такое невообразимое. И дворник наша сказала, что управляющая компания отказывается вывозить, потому что банк не заключил договор. И заодно тут и мы попали. То есть, видимо, их воспитывали, пока не вывозили, заодно и наш мусор. Ну, смотрите, работа переводчиков все-таки у нас контролирует сейчас в большей степени региональный оператор. И если такие факты были, нужно было соответствующую информацию предоставить. То есть, и в отношении регионального оператора, конечно, были проведены, если в данном случае они являются исполнительными кунами слоги, то контрольные мероприятия были бы проведены. Региональный оператор при поступлении такой информации был обязан. То есть, восстановить работу, ну, предоставить данные кунами слоги. Восстановили, конечно. Восстановили, конечно, не сразу. Вообще, куда обращаться, жаловаться, если услуга по вывозу мусора оказывается некачественной, на взгляд жильцов? Если договор о переходе на прямые договора собственниками не были и исполнителем является управляющая организация, то, в первую очередь, они должны предоставить информацию о нарушении периодичности, например, или качества предоставленной услуги непосредственно исполнителю. В свою очередь, управляющая организация и ТСЖ, конечно, составляют за собой возможность обратиться к региональному оператору для того, чтобы данные нарушения были устранены. Если у нас, соответственно, заключены прямые договора и исполнителем является региональный оператор, то необходимо обратиться, конечно, непосредственно к региональному оператору. У них есть офис, он у нас располагается на Московском проспекте, дом 19, корпус 11, там помещение 2. Или есть возможность зайти, то есть, на официальный сайт данного предприятия. Там есть контактные телефоны, там диспетчеров, которые многоканальные, можно позвонить, сообщить о проблеме. Также можно через мессенджеры, соответственно, WhatsApp и Viber написать соответствующее обращение, и все они должны быть приняты в работу. Давайте теперь обсудим применение тарифов в сельской местности. Вот это еще один вопрос. Селяне не понимают, почему их приравняли к жителям городов. То есть, они утверждают, что, по их мнению, мусор они производят гораздо меньше. Вернее, может быть, и не меньше, но утилизация происходит по-другому. Например, если это пищевые отходы, то, по определению, уже их подъедает скотина. Если это что-то горючее, то оно сжигается на своих же участках. То есть, остается там буквально, ну, может быть, какая-то полиэтиленовая упаковка. Тем не менее, платят они ровно столько же, сколько и жители городов. Почему так получилось? Когда определялся норматив накопления, если честно признаться, у нас, как и во многих субъектах, норматив накопления для сельских жителей, для частного подворья, он был выше. Но с учетом того, что когда рассматривался тариф для этого, нашего регионального оператора, все-таки было принято решение, что все-таки какая-то социальная справедливость должна, и сельских жителей нельзя ущемлять. То есть, и было принято решение, чтобы все-таки данный норматив накопления утвердить для всех жилых помещений, для всех жилых зданий. Но о том, что мусора на селе нет, это не совсем правда, конечно. Во-первых, сжигание мусора у нас запрещено законодательством, поэтому это является одной из, например, при выявлении данного факта, одной из возможностей привлечения данных жителей к административной ответственности. Ну, во-вторых, как правило, весною у нас при исходе снежного покрова, то есть, этот весь мусор, он всплывает. Ну, может так выразиться, да, то есть, он появляется воочию. Мы сами, когда вот выезжали, и при подготовке, переходе к новой системе обращения с твердыми, и общались и с местными жителями, в том числе и с сельских поселений, ну, спрашивали, мусор есть, мусора, говорит, как бы нет. Ну, а куда, где, что? Ну, так в частном разговоре выявлялось, что вот недалеко, там, метрах 150-200, есть овражек, ну, к которому подходишь и отмечаешь, что действительно у них... Дезинкционированная сварка, да? А улица у них мусора нет, а весь мусор, он в этом овраге, или какой-то лесополосея, которая располагается рядом. Ну, а как им быть, если некуда выносить мусор, например? Контайнеров просто не установили. Вопрос по установке контайнеров и организации мест накопления, то есть, что она в контейнер-площадке, сейчас он в рабочем режиме решается органами местоправления. Это их обязанность, они должны ввести реестр, у них должна быть схема расположения мест накопления, они согласовывают эти места накопления и расположения. И в перспективе, думаю, эти вопросы будут урегулированы в ближайшее время, когда в каждом населенном пункте будет у нас организована нормальная контейнер-площадка, которая соответствует всем санитарным нормам, и люди будут иметь возможность выбрасывать контейнер. Там, где контейнерных площадок сейчас в настоящее время нет, мусор осуществляется за сбору при помощи мешков. Но такой сбор мусора, он тоже закладывается, предусмотрен. В принципе, в этом ничего такого страшного нет. Для всех глав сельских поселений была доведенная информация о том, чтобы они тоже соответствующую разъяснительную работу проводились с населением. Сами понимаете, пакетный мешочный сбор, он имеет как бы и положительные стороны, но он имеет, конечно, не отрицательные. То есть, если перевозчик вовремя не успеет приехать, и мусор, например, будет залеживаться, мы сами понимаем, что пакеты могут, мешки могут порваться, мусор может рассыпаться этот. Поэтому все-таки у нас в перспективе это нормальные места накопления оборудованные. Оборудованные. Какой срок вы на это отводите? То есть, есть какая-то такая дата, час икс, которая все должно быть сделано? Час икс не могу конкретно дату назвать, чтобы не ошибиться, но в перспективе в ближайшее время, я думаю, сеть вопросов будет у нас урегулирована. Рано или поздно мы уже придем к раздельному сбору мусора, а это уже подразумевает различные контейнера, в которых будет... Что в этом направлении делается сейчас? Ну, в данном направлении рассматривается возможность, то есть, нам все-таки на региональном уровне будет принять, разработать нормативную правовую базу и уже тоже определиться с примерными сроками перехода. Просто я вот помню, даже за время своей работы на телевидении мы неоднократно обращались к этой теме, ведь в Чебоксарах, по крайней мере, была такая попытка, когда были установлены контейнеры для нескольких видов мусора. И вот, насколько я помню, жители достаточно с готовностью участвовали в таком вот раздельном сборе. То есть, идея такая, она нашла отклик. Почему тогда не доделали? И вот почему сейчас опять приходится с нуля начинать? Ну, действительно, такая практика была, то есть, но она, конечно, не везде имела положительный эффект. Ну, во-первых, нам надо и в сознании жителей уже немножко вносить свою лепту в той части, чтобы их постоянно информировать о необходимости, то есть, и возможности перехода на раздельный сбор мусора. Потому что, да, практика была, когда в городе Чебоксара устанавливали различные контейнера, при этом, ну, по крайней мере, вот в том квартирном доме, где я проживал, были установлены контейнеры с различными номинованиями отходов, но при этом была возможность, тот же самый пакет с мусором. То есть, если один контейнер заполнялся, например, для обыкновенных твердокумнальных отходов, контейнер под стекло был заполнен этот, то есть, собственники, они не задумывались. То есть, автоматически, проходя мимо контейнера, они этот пакет с мусором забрасывали в ближайший пустой контейнер. Когда уже переходим на новое обращение с отходами и с учетом раздельного сбора мусора, там будет предусмотрено, что каждый мусор мы уже будем выбрасывать. То есть, будут специальные отверстия, например, там, да, на контейнере, там, под пластиковые бутылки, например. Это первым делом нужно поставить. Да, будет отсутствовать возможность, грубо говоря, туда запихать мешок с мусором. Потому что, сами понимаете, что транспортные средства, вот каждый вид мусора, то есть, необходимо будет, одна и та же машина же не может при разделе сбора мусора все собрать. То есть, тогда смысл просто теряется. То есть, за раз. То есть, соответственно, одна машина будет собирать твердые коммунальные отходы в части, например, такого бытового мусора. Какая-то машина следующая будет собирать, например, пластик, какая-то будет машина стекло. Только в данном случае у нас будет данный способ, он уже будет реализован. Будем ждать. Виктор Владимирович, а вообще, насколько реально сэкономить на оплате статьи обращения с твердыми коммунальными отходами? Ну вот, мы как бы обсуждали сейчас предыдущий вопрос. В настоящее время при отсутствии разделе сбора сэкономить фактически невозможно. То есть, у нас есть нормативное накопление, у нас есть тариф установленный. И, соответственно, мы оплачиваем, исходя из того размера платы, который у нас выходит на одного человека. А в случае при переходе на раздельный сбор мусора, мы, соответственно, уже имеем возможность оплачивать по факту. Соответственно, там будет возможность у нас снизить расходы, которые мы несем, как бремя. То есть, в перспективе это вполне возможно. Конечно. Ну что ж, спасибо вам большое. И напомню, что сегодня нашим собеседником был главный государственный жилищный инспектор Чувашской республики, руководитель госжилы инспекции Чувашии Виктор Кочетков. Спасибо за внимание. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова